алексей навальный российский политик общественный деятель юрист и основатель фонда по борьбе с коррупцией он восхищает многих людей своей смелостью не боясь делать громкие заявления разоблачающие высокопоставленных чиновников по просьбам наших подписчиков мы подготовили видео об этом политике микс шоу представляет алексей навальный как живет главный оппозиционер россии и сколько он зарабатывает алексей анатольевич навальный родился 4 июня 1976 года в небольшом военном городке бутынь его отец родом из киевской области после окончания военного училища получил распределение в москву мама людмила ивановна родилась в деревне под зеленоградом московской области работала на деревообрабатывающей фабрике у алексей есть младший брат олег сейчас он занимает руководящую должность в компании экспресс-доставки емс рашен пост в девяносто третьем году родители будущего политика смогли открыть цех лозоплетения в одинцовском районе на базе разорившейся фабрики где до этого работала мать навального алексей учился в алабинской школе в поселке калининец под москвой который успешно окончил в девяносто четвертом году далее он поступает на юридический факультет российского университета дружбы народов не добрав буквально один балл для зачисления в мгу свою трудовую деятельность навальный начал еще во время обучения в университете он занял должность юриста в банке аэрофлот в девяносто седьмом году алексей зарегистрировал фирмы не сна основным видом деятельности которой являлись парикмахерские услуги через некоторое время компания была продана в то же время навальный основал еще одну фирму olect в девяносто восьмом году он устраивается в девелоперскую компанию st group которая принадлежала шалви чагиринскому в течение года он занимался валютным контролем и антимонопольным законодательством в девяносто девятом году алексей заочно поступил на факультет финансов и кредита финансовой академии при правительстве рф в том же году находясь на отдыхе в турции он знакомится с девушкой по имени юлия спустя некоторое время они расписались их семью можно назвать очень крепкой и любящий юлия навальная во всем поддерживает мужа в браке у них родилось двое детей дочь дарья и сын захар в 2000 году навальный с друзьями по университету организовывает компанию nn securities алексей владел 35 процентами акций фирмы и занимал должность главного бухгалтера в течение некоторого времени компания занималась торговлей ценными бумагами но достаточно быстро разорилась по словам навального он потерял все те немногие деньги которые к этому моменту сумел заработать в том же году алексей начинает свою политическую карьеру он становится членом демократической партии яблоко уже в следующем году навальный становится соучредителем фирмы евроазиатские транспортные системы компания занималась автомобильными грузоперевозками в 2004 навальный основывает общегородское движение комитет защиты москвичей который выступает против нарушения прав граждан и коррупции в сфере градостроительства спустя год молодой политик стал инициатором молодежного движения до который расшифровывается как демократическая альтернатива а также координатором проекта милиция с народом с 2006 года алексей навальный стал представителем проекта политические дебаты шеф-редактором передачи бойцовский клуб и начал вести передачу градостроительные хроники на радиостанции эхо москвы в 2007 году навальный был исключен из партии яблоко с формулировкой за нанесение политического ущерба партии как говорил сам алексей это произошло из-за того что он начал требовать отставки лидера партии григория явлинского в том же году навальный стал одним из учредителей движения народ по плану оно должно было присоединиться коалиции другая россия однако этого не произошло в 2008 году политик основал общественную организацию по защите прав частных инвесторов союз миноритарных акционеров в том же году движение народ становится частью русского национального движения навальный ведет активную антикоррупционную деятельность так в мае 2008 года в своем блоге алексей объявил что собирается выяснить почему нефть крупных российских госкомпаний продает трейдер ганвор в тот же период алексей начал интересоваться инвест активизмом и искупать небольшие пакеты акций в таких компаниях как транснефть роснефть сбербанк и других становится акционером банка втб в 2009 году навальный сдает квалификационный экзамен в адвокатской палате кировской области в следующем году он переводится в московскую городскую адвокатскую палату согласно данным банка решений арбитражных судов алексей принимал участие в 11 делах в двух он выступал лично в остальных его представители в том же году алексей являлся внештатным советником никиты белых губернатора кировской области в рамках сотрудничества он выступил с очередителем фонда поддержки инициатив губернатора в 2010 по рекомендации гарри каспарова сергея гуриева и евгения альбац навальный отправляется на полгода в ельский университет по программе ял world fellows в конце 2010 алексей создает проект роспилл целью которого являлась борьба со злоупотреблениями в сфере госзакупок спустя полгода проектом были обнаружены махинации с аукционами на сумму в одну и шесть миллиарда рублей а также пресечены махинации на сумму 337 миллионов в мае 2011 навальный запускает проект россияма для улучшения качества российских дорог пользователи публиковали снимки дорог которые нуждались в ремонте и при отсутствии реакции со стороны гибдд сотрудники проекта отправляли письма в прокуратуру в сентябре того же года навальный создает фонд борьбы с коррупцией фбк первыми спонсорами фонда стали бизнесмен борис зимин и бывший топ-менеджер альфа групп владимир ашурков в ноябре 2011 года павел ивлев исполнительный директор американского института современной россии нанял навального для оказания юридических услуг с гонораром в 10 тысяч долларов в месяц на следующий день после выборов в госдуму 5 декабря 11 года навальный выступает на санкционированном митинге на чистопрудном бульваре он высказывает несогласие с результатами выборов и предъявляет претензии к партии единая россия по завершению акции алексей с единомышленниками отправляется на несанкционированное шествие к центр избиркому россии его задерживает полиция по обвинению в оказании сопротивления стражам правопорядка ему назначают 15 суток ареста в мае 11 года на навального заведено уголовное дело по статье 165 ук рф инициатором стал вячеслав опалев директор предприятия киров лес он обвинял навального и предприниматели петра офицерова в том что из-за них был подписан невыгодный контракт вследствие которого предприятие понесло ущерб в 1,3 миллиона рублей как утверждал навальный дело было инициировано после расследования в рамках которого он добился увольнения опалева и полного аудита киров леса производство по делу было несколько раз прекращено а затем вновь возобновлялась 18 июля 2013 навальный был приговорен к пяти годам колонии и 500 тысячам штрафа что уважаемые друзья наша замечательное судебное заседание похоже на телесериал а местами даже такой телесериал вместо судебного заседания она подходит концу я здесь я даже не пытаюсь каким-то образом оскорбить суд называет а телевизионным сериалом потому что это действительно похоже на телевизионный сериал офицеров у назначили четыре года колонии и аналогичный штраф после апелляции и последующего выявления нарушений при вынесении обвинительного решения реальные сроки были заменены на условные позже европейский суд по правам человека признал факт нарушения прав обвиняемых а впоследствии подтвердил что целью процесса было устранение навального с политической арены после вынесения приговора навального лишили звания адвоката для ведения юридической деятельности он зарегистрировался индивидуальным предпринимателем в начале 12 года запускается следующий проект росвыборы в рамках которого в качестве наблюдателей на выборах приняли участие 17 тысяч человек 9 мая 12 года за участие в народных гуляниях незаконном публичном мероприятии на кудринской площади навального вновь арестовывают на 15 суток позже этот арест был обжалован в европейском суде по правам человека в 2013 году началась активная часть процесса по делу и фраше братьев навальных обвиняли в отмывании денег алексей получил три с половиной года условного срока а его брат олег аналогичный но реальный срок в том же году алексей навальный как представитель партии рпр парнас баллотировался на пост мэра москвы по результатам голосования он занял второе место в это же время фонд борьбы с коррупцией представил несколько документальных фильмов разоблачений большой резонанс вызвал фильм чайка о расследовании преступлений юрия чайки и его отпрысков и другие антикоррупционные исследования так фильме яхты олигархи девочки охотница на мужчина разоблачает взяточника раскрываются мошеннические схемы российского государственного деятеля сергея приходько основанные на данных полученных в том числе из инстаграма насти рыбки олигарх катает на собственной яхте чиновника высочайшего ранга это взятка олигарх оплачивает весь этот праздник включая девушек из эскорт агентств это не поверите тоже взятка в 2016 году алексей навальный заявляет что готов баллотироваться на пост президента россии и запускает предвыборную кампанию согласно предвыборной декларации 2017 года доход навального с 11 по 16 год составил 41 миллион рублей источником доходов была его адвокатская и предпринимательская деятельность а также 82 тысячи евро компенсаций от россии по делам киров леса и и фраше он владел акциями 35 компаний на 1 миллион рублей по яме инвестиционных фондов на 734 тысячи рублей остатки на его счетах составляли около 300 тысяч рублей доход жены навального юлия за четыре года с 13 по 16 составили 257 тысяч рублей она имела банковский вклад размером 3 миллиона рублей навальный дважды подвергался нападением в семнадцатом году во время своей кампании перед президентскими выборами восемнадцатого года в марте неизвестный облил его зеленкой в барнауле а в апреле неизвестный облил его зеленой жидкостью в москве причинив ему химический ожог глаза в марте семнадцатого года фбк выкладывает фильм расследования многоуровневой коррупционной схемы при участии дмитрия медведева 50-минутный ролик называется он вам не димон вы точно никогда не думали что этот человек какой-то особенный злодей или подпольный миллиардер любитель телефонов и прочих гаджетов смешно не дать тёпа засыпающий на важных мероприятиях которые в интернете называют не иначе как димон вам не димон выход фильма спровоцировал массовые митинги по всей стране в том же месяце навального вновь арестовывают в ходе несанкционированного митинга на тверской ему выписали штраф 20 тысяч рублей и назначили 15 суток ареста за сопротивление законному требованию сотрудника полиции летом 2017 страну охватила вторая волна оппозиционных митингов 12 июня навального задерживают прямо у подъезда дома обвинив в многократном нарушении правил проведения митингов известно что накануне он призывал сторонников к выходу нашествия на тверскую улицу вместо запланированного разрешенного митинга на проспекте сахарова навальный был задержан на 30 дней в конце семнадцатого года появилось сообщение о смерти алексея навального якобы он был убит в подъезде собственного дома сообщение вышло в сети вконтакте в сообществе медуза информация была опровергнута а группа признана фейковой цик отказывает навальному в регистрации в качестве кандидата в президенты по причине наличия судимости по делу киров леса алексей призывает к бойкоту выборов и называет 28 января 18 года днем всероссийской забастовки избирателей мы объявляем забастовку избирателей процедуру в которой нам предлагает участвовать не является выборами в ней участвуют лишь путин и те кандидаты которых он лично выбрал после акции он нам не царь против инаугурации владимира путина которая состоялась в мае 18 года алексей был арестован еще на 30 суток в 2018 партия которую возглавляет навальный была переименована из народного альянса в россию будущего ее штабы открывают в разных регионах страны в 2019 навальный как руководитель фбк был признан иностранным агентом в ходе проверки было зафиксировано несколько траншей из сша и испании в 2020 политик продолжает свои разоблачения в начале года он публикует расследование о доходах нового премьер-министра михаила мишустина по данным навального он скрывает недвижимость стоимостью около 3 миллиардов рублей позже навальный публикует расследование о недвижимости елены малышевой популярной телеведущей программы жить здорово я тоже сначала не поверил ну да это поместье где позолочено почти все что можно куплено лично главным телевизионным доктором страны 20 августа 20 года появилось сообщение об отравлении алексея навального во время перелета из томска в москву политик внезапно почувствовал себя плохо и потерял сознание навального срочно госпитализировали в токсикологическое отделение в больнице омска и ввели в искусственную кому родственники оппозиционера настаивали на транспортировке алексея в германию их ждала клиника шарите но врачи были против и только утром 22 августа его увезли за границу спустя два дня 24 августа врачи в шарите подтвердили что навальный был отравлен блокаторами холинестеразы похожими на печально известный яд новичок 7 сентября алексея вывели из комы 10 числа он пришел в себя 5 октября на канале в дуть вышло интервью навального и его жены алексей как-то гораздо лучше чем 20 августа у тебя все движется работает на руку говорите ручки дрожат если я буду пить воду из бутылки будет маленький аттракцион как я буду делать вот так но мне реально с каждым днем все лучше я занимаюсь физиотерапевтом алексей рассказал подробнее о происшествии и о том кто по его мнению виновен в его состоянии сейчас алексей навальный продолжает жить обычной своей жизнью в германии он будет находиться до полного восстановления в декабре 20 года появилось сообщение что политик намерен обратиться в следственный комитет и фсб в связи с публикациями в сми новых обстоятельств его отравления навального называют символом российской оппозиции в 2009 году он был признан персоной года газеты и ведомости в 2012 году был включен журналом тайм в рейтинг 100 самых влиятельных людей мира а в июне 2017 в список 25 самых влиятельных людей в интернете кроме того в 2020 году он был выдвинут на нобелевскую премию мира навальный ежегодно публикует информацию о своих доходах так по декларации за девятнадцатый год его доход составил 9 миллионов 200 тысяч рублей примечательно что у оппозиционера нет фиксированной заработной платы его доход складывается из разных источников оппоненты политика называют фонд борьбы с коррупцией одним из таковых говорят что навальный получает от 300 до 400 тысяч рублей в месяц только на фонде алексей информацию не подтверждает доход навальному приносят оказание юридических услуг порой до 1 миллиона рублей в месяц и дивиденды от акций кроме того прибыль приносит канал на ютубе до 400 тысяч в месяц а также компенсации после обращений в европейский суд навальный не понаслышке знает что о статусе мужчины говорят его часы на них он не жалеет денег того сколько он зарабатывает хватает чтобы обладать целой коллекции общая стоимость которой составляет 3 миллиона рублей кроме того общественный деятель часто появляется на публике в брендовых вещах в его гардеробе присутствуют вещи легендарных модных домов лакост манклер босс ральф лорен не так давно он приобрел куртку от ральф лорен за 2000 долларов и пиджак стоимостью 596 долларов во владении навального числятся треть квартиры в москве площадью 78 квадратных метров в этой квартире он женой детьми жил долгое время пока дети не подросли сейчас алексей женой и сына проживают в арендуемой квартире дочь с 2019 учится в стэнфордском университете квартира площадью 157 квадратных метров расположена в жека лира неподалеку от станции метро автозаводская в квартире четыре комнаты три из которых отведены под спальни стоимость аренды составляет 200 тысяч рублей в месяц алексей официально владеет несколькими автомобилями вас 2108 и hyundai elantra 2004 были проданы по доверенности но числятся на политике в 2007 он приобрел инфинити м35 с шестицилиндровым двигателем и митсубиши аутлендер который был оформлен на жену позже оба автомобиля были проданы сейчас жена оппозиционер владеет ford explorer 2012 года а сам политик передвигается на арендованном land rover фрилендер как вы думаете будет ли навальный еще раз баллотироваться в президенты если вам понравилось видео ставьте лайк а также подписывайтесь на канал чтобы не пропустить много интересного